МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любое угледобывающее предприятие, практически каждое, оно оказывает свое негативное влияние на окружающую среду. Некоторые отвалы мы сдаем городу. Ежегодно компания проводит мероприятия по поддержанию ландшафтного разообразия и озеленению промышленных площадок. Любое угледобывающее предприятие, практически каждое, оно оказывает свое негативное влияние на окружающую среду. Это будет прямое или косвенное влияние. При этом экологическое природоохранное законодательство призвано ограничить такое воздействие, установив обязательные к исполнению требования. И эти требования, они отражены в экологическом кодексе Республики Казахстан. На любом предприятии, в том числе и на нашем, создается служба по охране окружающей среды, либо другое название, там, экологическая служба, которая занимается и основной деятельностью которой является обеспечение предприятия мер по экологическому нормированию и предотвращению загрязнения окружающей среды. Основная смысловая нагрузка по направлениям, это является нормирование эмиссий в окружающую среду и получение разрешительных документов для обеспечения нормальной работы предприятия. Затем идет контроль за нормативами эмиссии в окружающую среду, выбросы парниковых газов, образование и временное хранение отходов производства и потребления. Также это разработка перспективных и годовых планов мероприятий по охране окружающей среды, осуществление производственно-экологического контроля, изучение гидрогеологической ситуации, рассмотрение в области охраны окружающей среды, работы и проектов, которые выполняются научно-исследовательскими предприятиями или проектными организациями, и проведение внутренних проверок на соответствие экологическим требованиям всех структурных подразделений. В службе охраны окружающей среды у нас задействовано 6 специалистов, в том числе один главный специалист, ведущие инженеры, один инженер и один инженер, ведущий гидрогеолог. У всех данных специалистов различные направления, связанные с экологическим законодательством и охраной окружающей среды. Тем не менее, в общем, они сводятся к тому, что первым вопросом является осуществление внутренних проверок всех структурных подразделений, затем разработка планов мероприятий, которые призваны для охраны окружающей среды, программы производственного экологического контроля. Затем это составление ожидаемой фактической квартальной годовой отчетности по плану мероприятий, затем составление квартальной отчетности по программе производственного экологического контроля. У гидрогеолога есть свои особенности в работе, в том, что его ответственность входит это наблюдение за изменением режима притока поверхностных и подземных вод, наблюдение за уровнем грунтовых вод по режимным скважинам, отбор проб подземных и поверхностных вод на химический анализ для оценки изменения качества воды, учет притока воды в горные выработки, в частности, у нас дренажную шахту, прогноз изменения гидрогеологических условий в связи с эксплуатацией разрезов, щебемочного карьера, участие в разработке мероприятий по отводу притоков поверхностных и дренажных вод, составление и пополнение гидрогеологической документации и подготовка документов для получения разрешения по спецводопользованию. На предприятии ежегодно разрабатываются планы мероприятий по охране окружающей среды, которые включают в себя различные позиции от реализации производственного мониторинга до принятия конкретных мер по улучшению экологической обстановки, которые включают в себя и профилактику эндогенных возгораний, и утилизацию отходов производства и потребления, и технического этапа рекультивации в том числе. Программа по защите окружающей среды, выполняемой компанией, позволяет добиваться определенного экологического эффекта, снижается пылеобразование, снижается выброс загрязняющих веществ при проведении буро-разрывных работ и в ободненных скважинах, снижается сброс загрязняющих веществ в поверхностные воды. Само по себе предприятие «Богатырь Комир» стремится к стабилизации экологической обстановки в регионе, ведет постоянный мониторинг за воздействием производственных факторов на окружающую среду. Неотъемлемой частью природоохранных мероприятий, которые проводятся компанией, входит и озеленение промышленных прощадок предприятий и санитарно-защитной зоны. Рекультивация является самостоятельным производственным процессом. Она подразделяется на два этапа – на техническую и биологическую. Первый этап технический – это связан с формированием, отсыпкой и планировкой самих отвалов. То есть это идет в сроком соответствии с планами развития горных работ на разрезах. И техническая рекультивация проводится до тех пор, пока породные отвалы не примут свое проектное окончательное положение. Вторым этапом рекультивации является биологическая рекультивация, которая связана именно с мероприятиями, связанными по насаждению кустарников, травы, деревьев. То есть это целое лесное производство, это мелиоративные какие-то мероприятия, это мероприятия, связанные с восстановлением способности почвы к самоочищению, биогеноз, возобновлением этого процесса, то есть это процесс, который можно понимать так, как восстановление первичного вида того ландшафта, который был до момента начала производства горных работ. Ежегодно компания проводит мероприятия по поддержанию ландшафтного разообразия и озеленению промышленных площадок. Ну вот пример такого мероприятия, что осенью 2020 года на территории богатырского производства погрузочного транспортного управления силами их работников было высажено порядка 650 саженцев. Ну а в целом по предприятию за прошлый 2020 год на эти мероприятия именно по озеленению промышленных площадок было потрачено порядка 5,5 миллионов тенге, что сумма сама по себе достаточно внушительная. Для снижения пыления на угольном разрезе вот как раз используется вот та самая дренажная вода. То есть этой водой мы орошаем и забои экскаваторов, и угольные штабеля, и технологические автодороги. За счет использования дренажных вод для орошения и полива товарищество одновременно решает и вторую задачу, это по снижению выбросов загрязняющих веществ в озеро-накопитель. В 2020 году одним из показателей по снижению загрязняющих веществ это снижение составило 5,5 тонн, а суммарное снижение неорганической пыли по разрезу составило порядка 32,5 тонн. Ну и последнее, то что уже на стадии проекта и в самом проекте по переходу на циклично-поточную технологию добычи, транспортировки и усреднение угля также предусмотрены растительные установки, которые будут заниматься орошением угольных штабелей. Именно дренажной водой. В связи с этим у нас есть большой проект, который мы также воплощаем в настоящее время в жизни. То есть проект у нас есть, работы уже среднамонтажные работы ведутся и близки к завершению. По переносу трассы водовода дренажных вод от разреза Северный мы уходим от озера Туз и направляем эти воды как раз через объекты циклично-поточной технологии, через угольные штабеля и выходим на озеро Альбедай. Мероприятия по уменьшению образования объемов отходов включают в себя как накопление, так и передачу отходов специализированным организациям, которые занимаются утилизацией и переработкой отходов производства и потребления. Ну и с целью снижения воздействия на окружающую среду компания последовательно внедряет в практику перевод отходов во вторичное сырье. С этой целью выполняются мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения отходами. В 2020 году компания на полигоны вывезла 366,5 тонн отходов по ТБО, то есть это твердые бытовые отходы, порядка 1864 тонн отходов зеленого уровня опасности, 84 тонны отходов янтарного уровня. Утилизировано порядка 17,5 тонн жидких отходов, 2 с лишним тонны отработанных ртуть-содержащих ламп. Повторно использованы предприятия порядка 6600 тонн отходов разного уровня опасности. И направлены на вторичную переработку порядка 11,5 тысяч тонн. Система экологического менеджмента предприятия это часть общей системы менеджмента, включающая организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, собственно, практическую работу, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрение оценки достигнутых результатов и совершенствовании экологической политики. Мы все понимаем, что вопросы экологии в будущем будут очень значимыми, и специалисты, которые будут заниматься именно этими вопросами, они будут в скором времени очень востребованы. Ну а знания, которые необходимы для инженера-эколога, это в первую очередь, чтобы он свободно и грамотно разбирался в экологическом законодательстве, ну в стандартах и нормативах. А из общих наук это в основном знают хорошие знания естественных наук, таких как физика, математика, геология, биология и процессы, которые происходят в окружающей среде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова